Степная 18, в подвале дома проходит транзитный водопровод ГВС. И вот за последний месяц, наверное, там столько порывов было. Я обращался устно, правда, в компанию Т-Плюс. Они мне пояснили так, что мы готовы произвести капитальный ремонт этого водопровода только после того, как будет произведен вынос этих коммуникаций из подвала. Вам знакомо что-то по этой ситуации? Просто там я сам выезжал в этот дом, там на самом деле это очень серьезная проблема. Там весь подвал затоплен практически ежегодно. И уже на первых этажах квартиры такая влажность, там просто невозможно. Вам что-то известно? История мне известна. Дело в том, что если эти сети попали безвозмездным пользованием ПАУШа Плюс, то независимо, где эти сети проходят, или внутри дома, или наружной, они обязаны это экспортировать. Скорее всего, я разберусь, возможно, часть сетей, которая не попала в эксплуатацию, она считается бесходной. Но прошлого года, когда мы делали лентеризацию, по нашим расчетам, те сети, которые не попали безвозмездным пользованием, мы их передали водоканалу. Но к большому сожалению, ежегодно появляются участки сетей, которые как бы не теряются. Поэтому я сейчас возьму его за основу, разберусь. То, что касается затопленных подвалов, честно говоря, в последние три года мы вот к этому вопросу затопления относимся серьезным. Нам, не буду врать, но где-то у нас таких замечаний по затопленным подвалам нет. Только имеет место вот героев один, который дом не обслуживается, остальные дома, они обслуживаются как бы. Есть содержание... Я сам выезжал туда, смотрел, там на самом деле... Вопросы где? С техноя 18, да? Там уже, да, там латку ставят на лавки.